Это Prime Time и мы продолжаем. Я напоминаю, главная тема сегодняшнего выпуска трудовая миграция казахстанцев. Больше 20 тысяч казахстанцев нелегально работают в Южной Корее. Такие данные озвучил мажористмен Нартай Сарсенгалиев. В основном в страну о утренней свежести мигрирует молодежь в поисках заработков. Теперь же у них появится возможность трудоустроиться легально не только на корейском полуострове, но и в Великобритании. Сейчас профильные министерства трех стран ведут переговоры в этом направлении. Мой коллега Алишер Ашимов расскажет подробнее. Высокообразованные казахстанцы, владеющие иностранным языком и имеющие эти специальности, успешно строят карьеру за рубежом. Сегодня этим уже никого не удивишь, но по-прежнему наблюдается немалый отток за границу и рабочие силы. Причем многие из них там занимаются трудом нелегально. В основном миграционный прирост приходится на СНГ и Китай, Согласно данным Бюро нацстатистики, доля выбывших в эти страны составила почти 80%. В поисках достойной заработной платы мигрируют строители, электрики, слесари и представители сферы услуг. Тем временем, в последнее время для казахстанцев наиболее привлекательны Западная Европа, США, Ближний Восток и Южная Корея. В последние, по словам мажелесмена Нартаесар Сингалиева, нелегально работают больше 20 тысяч казахстанцев. Никто не имеет права упрекать их. Сейчас наши граждане остаются юридически беззащитными. По официальным данным, по состоянию на 2022 год, в Южной Корее нелегально работали 9600 граждан нашей страны. А центры, объединяющие наших соотечественников, сообщают, что сейчас в Южной Корее находятся нелегально около 20 тысяч казахстанцев. Между тем, в Минтруда рассказали, что теперь права наших соотечественников за рубежом защищены. Сегодня действует 10 соглашений в сфере трудовой миграции. Кроме того, активно идут переговоры между Казахстаном и Кореей о легальном трудоустройстве наших граждан в стране утренней свежести. Создание центра тестирования ИПС планируется в городе Алмате на базе центра тестирования Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Прежде чем выезжать в Республику Корея, будет проводиться обучение. И одно из требований также является прохождение медицинского осмотра. На сегодня мы свои предложения направили в Республику Корея. На следующей неделе у нас будут проведены с ними технические переговоры. Севолод Хван уехал на заработки в Корею в 2022-м. Сначала он работал грузчиком на почте, затем устроился на завод по производству металлических изделий. Обе работы хорошо оплачиваемые, да и коллектив дружелюбный. Жил там без оглядки, так как находился и трудился в стране легально. Прежде чем въехать в Корею, как этнический кореец, он получил визу F4. В моем отделе очень много иностранцев тоже работало. Тоже легально, по рабочей визе. В основном это были ребята из стран Юго-Восточной Азии. Это Вьетнам, Бангладеш, Малайзия, Филиппины. То есть они приезжают по визе, по рабочей, по официальной. И поэтому многие уже работают там 3-4 года. Они владеют корейским языком. И в общем-то в этом плане мне было легче, потому что они с пониманием относились ко мне. Если сравнивать с Казахстаном, даже с большими городами Алмато и Астаной, даже работая нелегально, там можно зарабатывать от полутора до двух миллионов тенге в среднем. Это, да, в месяц. Это, конечно, выше, чем у нас. Но, опять же, работа бывает разная. Работа там тяжелая. Теперь и у других казахстанцев появится возможность работать так же официально и в комфортных условиях, как у Всеволода и его коллег. К слову, такие переговоры Казахстан сейчас ведет и с Великобританией. Проект соглашения уже направлен на урегулирование трудовой деятельности наших граждан Великобритании. Он позволит обеспечить им равные условия труда и больше не нарушать миграционный закон. Алишер Ашимов, Ерболтаиров, 24КЗ.